Всем привет, с вами я Роман и это наш 190 юбилейный уже выпуск в мире моделизма. Сегодня я хотел бы показать вам две вот таких интересных модели. Это два грузовика Урал 4320. Один в обычном бортовом варианте, второй несет на себе нагрузку в виде боевой системы БМ-21 ГРАД, то есть системы реактивной залпового огня. Что можно сказать по данному грузовику? Данный грузовик очень сильно распространен, является одним из основных грузовых автомобилей вооруженных сил Российской Федерации, да и не только. Довольно в больших количествах применяется в армии, причем в армиях очень многих стран, но кто эти грузовики закупает. Данное семейство грузовиков Урал 4320 появилось еще в 1976-1977 годах. Его спроектировали и создали на замену на тот момент уже устаревшему Урал 375. Данный автомобиль отличался в первую очередь кабиной, чуть-чуть измененной ходовой частью, но и в то же самое время новым двигателем. Двигателей на эти автомобили ставили очень огромное множество. Это и различные модификации двигателя ЯМЗ-238, и двигателя ЯМЗ-236, и даже двигателя КАМАЗ-740. Мощность данных грузовых автомобилей варьируется в принципе от где-то 190-200 сил и практически до 300. Данное грузовое шасси, если его воспринимать именно как шасси, не полноценный грузовик, а именно шасси, то есть самураму, ходовку, может быть кабину, применяется также для создания семейства бронеавтомобилей, таких как Федерал, Федерал-М и Тайфун-У. Также очень часто на этом шасси создаются разные специальные машины, такие как автомобильные краны, различного рода погрузчики, пожарные автомобили и прочее. Но все равно основной нагрузкой, которую несет на себе этот грузовик является именно вот, ну как это, его основная ипостась, это вот основной армейский грузовой автомобиль с колесной формулой 6х6 и подключаемым постоянным полным приводом. Вот данный грузовик очень распространен, информации по нему огромное множество, что касательно самих моделей. Модели обе в 35 масштабе, выпускаются российской фирмой «Звезда». Данные наборы вышли в течение последних где-то лет 5. Вот, были очень ожидаемые, когда вышли, они не разочаровали. У меня есть опыт сборки, вот именно конкретно вот этого набора «Урал-4320». Я могу сразу сказать, модель собирается просто изумительно, то есть на порядок лучше тех «Уралов», которые выпускает фирма «Тромпетер». Вот, сейчас версия вот такого вот «Урала» с длинной мордой, вот, сейчас версия такого «Урала» анонсирована, опять же, китайской фирмой «Тромпетер». Вот, до вот этого момента модель от «Звезды» считалась в этом плане безальтернативной. Вот, но в то же самое время «Звезда» не выпускает такие версии «Урала», которые выпускает китайский производитель. Вот, очень много всего об этом грузовике есть, рекомендую, кому интересно, залезть в Википедию и почитать. Моя же задача будет вам показать вот эти вот замечательные две модели. Сейчас будет коротенькая пауза и мы продолжим. Итак, начнем мы, пожалуй, с грузовика «Урал-4320», именно с варианта грузовика. Ну, скажем так, очень часто доводится видеть этот грузовой автомобиль на улицах, так как, как я вам уже говорил, я живу в городе Донецк. Вот, и у нас здесь уже 8 лет идут боевые действия. Вот, довольно часто наблюдаю эти грузовики, причем как вот просто с визуальной стороны. Видно, что эти грузовики, они бывают абсолютно разными по конструкции, то есть, бывают варианты с двухосным шасси, бывают варианты с трехосным шасси, также видел вариант с трехосным удлиненным шасси, то есть, автомобиль, который визуально гораздо длиннее вот такого обычного «Урала». Вот, и даже вроде на базе вот такого вот видел топливозаправщики. Очень, кстати, тоже интересно смотрится. Итак, что мы видим? Ну, такая вот стандартная «Звездовская» коробка с очень-таки приятным бокс-артом. Видим, вот масштаб указан 1 к 35. Так, с этой стороны коробки мы видим другая продукция, выпускаемая фирмой «Звезда», ну, в принципе, подходящая к этому «Уралу» по тематике. То есть, это М100С и бронеавтомобили «Тигр». С обратной стороны мы видим вот такую вот импровизированную цветовую схему с привязкой к краскам «Звезда» и к краскам «Тамия». Также здесь мы видим, вот опять же, указанный 35-й масштаб, длина модели 21,6 см, и видим, что в наборе 357 деталей. С обратной стороны мы видим фотографии уже собранного «Урала». Вот так вот он выглядит. Выглядит очень классно. Вот, также видим, что написано, что модель изготовлена по лицензии завода «Урал». Вот, ну и также вот краткое описание автомобиля на русском и английском языках. Кому интересно, ставим на паузу и читаем. Так, откроем коробочку, посмотрим, что же лежит там. Так, ну, внутри вот этого вот мягкого красочного чехла у нас вот такая вот довольно прочная коробка из гофрированного картона. И в ней у нас лежит все содержимое. Ну, первым делом в глаза бросается инструкция. Видим, здесь у нас идет инструкция черно-белая. Здесь идет краткое описание грузовика этого на русском и английском языке. Также вот здесь расписаны меры предосторожности. Ну, и видим, что здесь указано, как мы можем собрать грузовик в двух вариантах. Можем вот с открытым капотом, с открытыми дверьми. Можем с закрытым капотом, с закрытыми дверьми. Можем с тентом, можем без тента. То есть вариативность сборки здесь присутствует. Следом у нас идет вот такая вот схема расположения деталей на литниках. Видим, как она выглядит. Ну, и далее вот такая вот схема сборки. В принципе, предельно понятная. И, кстати, скажу, вроде бы даже тут без ошибок. Ну, вот также здесь внизу видим, тут еще звезда свои инструменты рекламирует. Не знаю, ими не пользовался. Не могу сказать о том, насколько они хороши. Так, дальше у нас идет также вот схема сборки. Далее сборка идет. Далее. Так, что у меня... Как-то не получается инструкцию расколдубенить. Ну, ладно. Так, сборка. Ну, и в конце у нас идет вот схема окраски и нанесения декалей. Почему-то здесь дается только два варианта. Один из них на внутренние войска. Ну, и один вот просто обычный грузовой Урал. Хотя, в принципе, эти грузовики, они есть, скажем так, в народном хозяйстве. Есть разные вахтовые автобусы на базе этого грузовика. И различная гражданская спецтехника. Но почему-то вот нам дают только два варианта окраски. Хотя, допустим, в том же самом камуфлированном варианте или в песочном он бы смотрелся еще более интересно. Ну, да ладно. Также здесь видим в конце вот такая вот тоже схема с привязкой к краскам звезда и хэмброл. Ну, да. Тут у нас хэмброл дается. То есть, на коробке дается томия, а здесь конкретно хэмброл. Вот, кому интересно, можете посмотреть. Так, ну, в принципе, инструкция здесь очень неплоха. Ну, как и обычно у звезды. Так, далее у меня тут в наборе мне достался вот такой вот наборчик с масками от Аврора Хобби. Вот, видим. Причем тут такое ощущение, что эти маски даются в двух экземплярах. То есть, может быть, придется, точнее, получится их использовать дважды. Ну, да ладно. Точнее, на двух моделях. Ну, в общем, видимо, так вот это выглядит. Далее у нас идет вот такой вот пакет. Здесь у нас лежит декаль. Также металлостикеры и трос. Ну, металлостикеры у нас, видим, вот такие вот. Чисто для зеркал. Декалька вот такая вот, самая обычная. Вот. И... Также тут есть вот такой вот трос. Так. Кроме всего вышеперечисленного, остекление. Ну, остекление, видим, выполнено очень неплохо. Кстати, остекление здесь реально классное, качественное. Мне оно понравилось. Плохого ничего про него сказать не могу. Остекление здесь хорошее на Урале. В чем, кстати, вот еще плюс, какой мы можем сделать Урал с обычными вот такими вот фарами. А можем сделать с эти, ну, закрытые армейского типа. Не помню, как это правильно называется. Ну, в общем, я чуть дальше покажу. Так. Ну, и здесь у нас идут покрышки. 7 штук их в наборе. Вот такие вот покрышки. Конечно, не сказать, что они прям какие-то замечательные, идеальные. Ну, видим тут даже с надписями. Со всем остальным. То есть, ну, покрышечки неплохие, как для моделей. Если кто захочет собрать модель из коробки, то, в принципе, даже сможет использовать эти покрышки. Видим, тут у них, правда, какой-то налет. Но это все, я думаю, ототрется. Ну, да, оно и сейчас оттирается. То есть, это какой-то, я не знаю, какая-то смазка, видимо, для того, чтобы эти покрышки после отливки легче доставались из пресс-формы. Так. Двигаемся дальше. Дальше у нас идут пакеты с пластиковыми деталями. Пластик серого цвета, очень приятный на вид. Такой полуматовый. Здесь у нас, вот, видим, два абсолютно идентичных литника с элементами ходовой. А именно с мостами, колесами и прочей мелкой всякой дребеденью. Видим, модель в 2017 году вышла. Не знаю, будет вам видно. Вот, в общем, да, как я и говорил, в течение последних пяти лет этот набор выпускается. Ну, вот, наборчик реально неплохой. Видим, у нас здесь отсутствуют следы смещения пресс-форм, облой, следы толкателей на каких-либо видимых местах. То есть, ну, модель реально качественная. Я же говорю, я один такой Урал уже собрал. Вот. И, в принципе, мне модель в плане сборки прямо очень понравилась. Плохого сказать не могу, ничего. Так, следующий литник у нас, опять же, элементы ходовой. Здесь у нас, видим, идет еще один мост. Какие-то тут редуктора. Вот раздаточная коробка. Кстати, гляньте, действительно хорошо выполнена. Различные карданные валы. Коих в ходовой части автомобиля Урал, в принципе, очень много. Ну, и также вот такие вот рессоры. Рессоры прям действительно красиво выполнены. В общем, выглядит это все как-то так. Вот, двигаемся дальше. Ну, и дальше у нас идет вот такой вот большой пакет. А в нем лежит сразу три довольно крупных литника. Один из этих литников, это литник с кабиной. Видим. Вот, можете тут лицезареть, как все хорошо пролито. Но, опять же, кому эта детализация покажется недостаточной, для тех фирма Микродизайн выпускает довольно отличные наборы фотоотравления специально как раз для этой модели. Вот, опять же, видим все следы оттолкателей находятся именно в тех местах, где их не будет видно, скорее всего. Вот. То есть, в этом плане модель очень продуманная, очень хорошо сделанная. Блин, реально, звездовцы в последнее время очень сильно радуют. Конечно, да, вот тут вот на дне кабины, может быть, вот это все будет видно. Но, опять же, это дно модели. Там обычно никто никогда не заморачивается тем, чтобы вот эти следы оттолкать или убирать и так далее. Тем более, кто захочет, может их просто спилить наждачкой, потому что они абсолютно неглубокие. Так, следующий литник у нас здесь идет двигатель. Вот такой вот. И рама. Также вот элементы грузовой платформы, то бишь кузова. Видим, как тут все классно сделано. Единственное, что скажу, этой модели есть один недостаток. Ходовку надо собирать таким образом, чтобы модель можно было сразу поставить на колеса и проверить, насколько ровно ходовка собралась. Потому что мой неудачный опыт показал, что можно эту модель собрать, ну, скажем так, с очень жестким перекосом. То есть, моя первая попытка сборки этой модели закончилась тем, что, я не знаю, то ли по моей глупости, то ли по каким-то еще причинам. Модель, когда ставилась на ровную поверхность, там три колеса из шести дотрагивались до поверхности, а три висели в воздухе. Ну, вот так вот получалось, в общем. Так, ну и последний литник. Это у нас грузовая платформа, то бишь, кузов. Вот так вот она у нас выполнена. Вот. Ну и вместе с ней, вот тут отпечатан, видим, пластиковый тент. Очень хорошо сделан. Кстати, чуть-чуть перепиленный и в длину, и в ширину вот этот вот тент от собранной мною модели я перерастил на ЗИЛ-131 от фирмы ICM. Тоже очень классная модель. Кто собирает отечественные грузовики, тем обе модели рекомендуют приобретение. Так, сейчас я вот это вот все уберу. Будет коротенькая пауза. И дальше я вам покажу установку BM-21 Grad на базе этого же Урала. Так что ждите, не отключайтесь. Так, продолжаем. Ну, что, доходим до второй позиции в нашем обзоре, а именно до установки BM-21 Grad как раз на шасси грузовика Урал. Вот. Грузовик Урал это наиболее часто применяемое шасси для установки именно вот этой реактивной системы залпового огня. Более часто эту РСЗО ни на какую другую машину не ставят. Хотя, опять же, система Grad она ставилась и на шасси грузовиков ЗИЛ-131 и КАМАЗ-4320 и еще А, 4310. Ну, еще, по-моему, даже на ГАЗ-66 ставилась облегченная версия. Итак, ну, что мы видим? Такая же коробочка точно так же выполненная. Вот такой вот бокс-арт нарисованный, который издалека можно принять за фотографию реального Урала. Здесь, опять же, цветовая привязка. Видим 429 деталей и такая же длина 21,6 см. С обратной стороны опять же, другая продукция фирмы Звезда, в том числе другая РСЗО советская на базе грузовика ЗИЛ-151 а именно БМ-13 Катюша. Ну и все прочее. С обратной стороны также видим фотографию собранного ГРАДА. Видим, как это все выглядит. Ну и тут у нас видим описание этой РСЗО. Кстати, про установку ГРАД я рассказывал по-моему в 135 или 136 выпуске в мире моделизма. Там у меня был обзор ГРАДА от фирмы Трумпетер на базе 375 Урала. Кстати, живьем мне довелось лицезреть и вот такой ГРАД и на базе 375 опять же из-за того, что живу в зоне боевых действий у нас эта вся техника довольно часто перемещается. Итак, откроем коробочку посмотрим что нас ждет здесь. Ну, все точно так же упаковано без каких-либо изменений и излишеств. Точно так же вот такой вот пакет. Здесь лежат абсолютно такие же металлостикеры. Остекление абсолютно идентичное. я его вам не буду показывать. Вот, металлостикеры такие же. Посмотрим на декаль. Ну, видим декаль у нас здесь как выполнена. Даже вот есть под парадный вариант под парад Победы в Москве. Я, может, даже в таком варианте кстати и буду его делать. Еще не знаю, еще не решил. Есть у меня желание сделать такую линейку парадной техники. Хотя, опять же в силу последних событий может быть сделаю и град с буквой Z. Не знаю. Будем посмотреть как говорится. Так, здесь такая же инструкция точно так же вот описание модели точнее описание реального прототипа на русском и английском языках. Также вот тут меры предосторожности указаны. Ну и также видим вот здесь у нас два варианта сборки. опять же с открытыми дверьми и капотом и с закрытыми. Так, здесь у нас такая же практически схема расположения деталей на литниках за исключением того, что у нас совпадают литники А, Б и по-моему G и F а вот литники С, К и H они у нас другие. То есть они не пересекаются с предыдущим набором. Такая вот дальше идет А, кстати, вот схема с условными обозначениями. Дальше идет вот схема сборки. Видим как она сделана. Кому интересно, ставим на паузу, рассматриваем. По-моему отсканированные схемы сборки, если кому-то нужно, есть в интернете. также видим, что град здесь уже идет новый, модернизированный, на нем уже стоят вот такие вот кожухи. Кстати, град с вот такими кожухами только на базе раннего Урала 4320 еще советского выпуска выпускает фирма Трампетер. Ну, вообще, кто собирает грады, ну, вообще, кто собирает советские РСЗО, в 35-м масштабе, тому я рекомендую приобретать все три набора, то есть, два от фирмы Трампетер, один от фирмы Звезда, чтобы собрать все варианты вот этой вот РСЗО, ну, по крайней мере, которые были на базе Урала. Хотя, по-моему, фирма Трампетер даже на базе 131-го Зила град делает. В общем, такая вот схема сборки. Схема окраски видим, здесь отсутствует. Но, зато схема окраски нам дается на вот таком отдельном цветном листе. Здесь у нас видим привязка к краскам Звезда, к краскам Тамия. Вот такая вот схема окраски и нанесения декалей на парадный вариант. В чем видим, окраска кабины и самой пусковой установки они отличаются по цвету. Вот один вариант у нас зеленый, а второй идет защитный. Почему так? Сложно понять, но так сделали. Также видим, что выхлопная система выводится у нас здесь вперед на этом Урале. Вот еще одно отличие. Ну и далее вот у нас идет другой вариант. Опять же, Урал вот такой вот. 4-й гвардейской танковой дивизии привязка. Также град под военные учения. Вот такой вот полностью камуфлированный. Опять же, жалко не дается град в песочном варианте. Ну, ладно. Я думаю, в дальнейшем каком-нибудь из наборов звезда сделает более дополненную декаль и дополнительную схему окраски. Так, колеса. Ну, колеса здесь абсолютно такие же. Видим. Вот, видим, что это у нас Омск шина. Видим, они у нас направленные идут с таким вот протектором. Видим, здесь есть плетевой шов, его придется убирать. Ну, в остальном неплохо сделанные. То есть, покрышки здесь такие же. То есть, покрышки Урала от покрышек установки ГРАД они ничем не отличаются. Хотя, опять же, вот, те Уралы, которые мне доводилось лицезреть живьем, хочу сказать, у них есть даже отличия по колесам. То есть, такое ощущение, что на некоторых стоят более крупные колеса, на других более мелкие. Почему так, не знаю. В технические подробности не вдавался. Ну, выглядит очень любопытно. Так, но этот пакет с летниками мы с вами уже разглядывали в предыдущем наборе. Двигаемся к тому, что мы еще не видели. Так, первый летничок, который мы достаем, здесь у нас элементы пусковой установки, ну и различная всякая мелочь. Видим, как выполнено. Выполнено все в том же очень высоком качестве. Видим, у нас модель 2019 года, то есть град на базе Урала выпустили только в 2019 году. Кстати, в 2019 году, как раз где-то в середине года, у меня вот эта моделька и появилась. Даже не в середине, а где-то в августе. Видим, как выполнено. В общем, наборчик тоже неплохой. Так, далее у нас идет два идентичных литника с элементами самой установки град. Видим, вот такие вот трубы по 10 штучек в ряд, 4 ряда, 40 зарядов. Вот, очень классно сделано. Видим. Так, далее нас встречает вот такой же большой пакет, как и в предыдущем случае. Так, литники здесь у нас два повторяются. Это вот такой вот литник с кабиной. Мы его уже разглядывали. И вот такой вот литник с ходовой. Мы его тоже разглядывали. Остается литник с самой установкой. И вот на него мы посмотрим сблизи. Итак, что мы видим? Тут у нас элементы самой установки. Вот так вот это выглядит. Также видим, что у нас вот эта лобовая часть отличается чуть-чуть. Сейчас мы достанем другой литничок и посмотрим, какие же у нее отличия. Ну и также видим, вот здесь элементы кожуха вот этого термозащитного. Вот видим, как выполнено. Выполнено красиво. Вот. В общем, вот так вот это выглядит. Если перевернуть, тут тоже все более-менее красиво. Есть, конечно, следы оттолкателей, но скорее всего они находятся в невидимых местах. Тут, кстати, следы оттолкателей довольно глубокие, где-то так вот полмиллиметра глубиной, то есть, если их будет видно, их придется реально зашпаклевывать. Опять же, учитывая стоимость данных наборов, с толкателями можно смириться, потому что аналогичный набор от фирмы Трумпетер будет стоить примерно в два, а то и в два с половиной раза дороже. Чем вот набор от звезды явно выгодно отличается. Итак, лобовые части грузовика я не знаю, тут может конечно есть какие-то отличия, но я их просто не вижу. Если кто-то их видит, подскажите. Я просто не вижу их. Они, по-моему, идентичны. Хотя нет, подождите, вот здесь вот какая-то видим выемка есть, здесь ее нет. С обратной стороны вот тут еще какое-то место для крепления есть, а тут его нету. в остальном вроде бы абсолютно одинаковые. Итак, что я могу сказать по итогу. Оба набора классные, не безинтересные. Если вы хотите просто собрать хорошую качественную модель, рекомендую любую из этих наборов приобретать, а может даже оба. Если вы собираете отечественную военную технику в 35-м масштабе, приобретение строго обязательно. Наборы классные. Если хотите лучшей детализации, пожалуйста, травлу от микродизайна, все очень хвалят, горят, все хорошо становится, получается еще лучше, еще детализирование. Вот. Есть ли тут какие-то технические огрехи, то есть несоответствие чертежам и так далее, я честно говоря не знаю, но я думаю тут обошлось не без этого. Что-то мне подсказывает, что невозможно создать модель идеально идентичную, идеально похожую к настоящему прототипу. Но если посмотреть на то, что у этой модели довольно приятная цена, средняя цена на этот набор сейчас варьируется в районе 30 долларов, то ничего сопоставимого качества и детализации за эти деньги вот вы просто не купите. Вот реально ничего. Деталей много, детали выполнены качественно, то есть к покупке рекомендую. если вы этот набор хотите собирать вместе с ребенком допустим со своим, то есть приучать ребенка к моделизму, то наверное данный наборчик я бы рекомендовал вам наверное обходить стороной, поискать что-то попроще, хотя в принципе если вы сами готовы в этом поучаствовать, показывать, объяснять и готовы долго кропотливо сидеть, то вполне возможно что он вам и подойдет. На этом наш юбилейный 190 выпуск в мире моделизма мы будем заканчивать. Спасибо, что смотрите мои ролики, подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, вступайте в группу ВКонтакте. Все необходимые ссылочки я оставлю внизу в описании. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok